Доброе ранец! Информационная служба Телерадо компании Гомель начинает свою работу у эфира. У студии для вас працует Евген Поболовец. Глядите в нашем выпуске. Сегодня в Гомеле протягнется проведение бизнес-дюн. Агрогородок Заширье, Ельского района, з'является лидером по добропарадковании и наведении парадку на земли. Сегодня на телеканале ТРО «Союз» в рамках специального проекта «Дни регионов» пройдет День Гомельской области. Зараз об этом меньшем больше подробно. Сегодня в Гомеле протягнется проведение бизнес-дюн. Их удельниками стали простовники деловых колов, гандлево-промысловых палат и дипломатичных миссий «Замаль-15» краин света. С метами и задачами форума ознайомился Олег Сентяров. Бизнес-дни у Гомеля сегодня проводится в другой раз. Или уже зараз его у Деньги кажутся по высокой эффективности мероприемства. По сути, Гомель становится прицелкой для дорога международного бизнеса. Как и в минулом году, бизнес-дни у Гомеля проходит в рамках выставок Гомельского отделения Белорусской гандлево-промысловой палаты «Бизнес в регионах». Причем на гэтый раз экспозиция сформирована золиком интересов замежных делегаций. За открытием стендов не только промысловых предприемств, а и организаций, которые соединяются в внешнеэкономичные деяности банковских, страховых, логистичных. По великим рахунку для региона, гэтая реальная макчимость, больше глубокой интеграции в сосветную экономику. Зараз на Гомельщине працует 55 замежных предприемств и 960 предприемств за межным капиталом. А где, когда мерковать по работе «Бизнес в регион», этой лечебы можно поэдичить. Твердка в Аргоне и другий путь на посланным данным у Гомелу, как бы истраживаться с представителями и частных компаний наших, подоканала, ДСК Гомельского, где речь уже может идти о конкретных поставках продукции. Предварительно они изучили цены, условия работы. У программы «Бизнес Дён» пленарное посяжение и работа пяти секций. Тема такая самая актуальная. Новые аспекты ведения бизнеса в Беларуси, выкористание информационных технологий у бизнеса «Сяроди», потребка предпринимательской активности молоди, супрацовництво Годлёва промысловых палат. Зараз гэтая организация, сдольная налаживать международное супрацовництво, миновито потых на керунках, яке уявляюсь наибольший взаимный интерес. В этом году мы провели уже более четырех встреч с объектами малого и среднего бизнеса Беларуси. Достаточно активно сотрудничаем с представителями Могилёвской области, Витебской области. И вот сегодня впервые принимаем участие в мероприятии, которые организует Гомельская торгово-промышленная палата. Традиционно Брянская область всегда логистическими предприятиями. И традиционно у нас была развита, и то, что мы постарались не утратить и развивать дальше, это промышленность. Вот, соответственно, в этих направлениях мы видим возможности сотрудничества между предприятиями Беларуси и бизнесом Беларуси, и предприятиями, и предпринимателями Брянской области. Сироту денег у селедних бизнес-стадион у Гомеля шмат тых, кто приезжал на гэтое мероприемство летость. Неоплошнюю чергу гэто – свечение эффективности, проводимой у регионе работы, построение комфортного делового климата и ликвидации барьеров на шляху руху инвестиций и працовной силы. За год, який прошел после попереднего форума, в рамках заключенных домовленностей партнёры поспели обменяться визитами и больше деталёво ознайомиться с махтемыстями один-одного. Теперь можно зарабить наступный крок. Приняли мы также делегацию предпринимателей из Гомельского региона. И сейчас мы приехали продолжить этот диалог. Также мы готовы встретиться с руководителями университета, чтобы организовать сотрудничество между университетом города Риека и университетом в Гомеле. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадо и компания «Гомель». Сокрыты працы криминалистов раскрыли у Гомельским городским отделе Следчего комитета. Там пройшел день открытых дверей. Разом с будущими абитуриентами во установе побывала Ганна Ковалёва. На один день заслонутые амницы приотчинили служащие Гомельского городского отдела Следчего комитета. Тут пройшел день открытых дверей. Познайомиться с профессией и доведаться об ее тонкостях, пришли наученцы Гомельского городского кадетского училища. 32 человеки усеяны уже сегодня повинны вызначаться с будущей профессией. Боувыно у Министерства внутренних справ прием документов почнется уже праздникальки месяцев. Будучих абитуриентов особисто с устрел и провел экскурсию начальник ведомства Аркадь Стратяков. Для себя служить Родине, проходя воинскую службу, я принял еще давным-давно, наверное, когда мне было 5 лет, я бегал с пистолетиком и говорил о том, что я буду милиционером. Да, я именно к этой цели шел всегда. И уже 25 лет, как я служил Отечеству, но вместе с тем я никогда не жалел о том, что я принял для себя такое решение. Для ребят я, конечно же, хочу пожелать, чтобы их выбор был осознанный, потому что служба, воинская служба, служба в Следственном комитете – это нелегкий труд. Поэтому, когда придется им сталкиваться с трудностями, они должны понимать. Выбор был осознанный, а, соответственно, я должен с честью и достоинством идти по своей жизненной дороге. Я даже, честно, не задумывался об этом. Я пришел и увидел, что я даже не знал, как это происходит. Ну, не представлял себе ни мнения. Профессия довольно-таки интересная, более чем ожидалось. Так что, возможно, когда-нибудь себе на усечение возьму. А кроме этого кадета учекало знакомство с сучасной криминалистичной лабораторией и пошуковыми чемоданами. Каждый из них дозволяет найти на месте злочинства даже самые дробные речевые доказы. В последней случайной экскурсии юным гостям пропоновали докорануться до криминалистичных обстоятельств и самим отчуть смак профессии. Даже дни открытых дверей тут проходят третий год запор. И все лета после знакомства с ведомством многие из молодых людей выказалися, что саправды в будущем хочется працовать минавито тут. Ганна Ковалева, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На какие пункты договора суррогатного материнства варто звертать увагу и какие юридичные тонкости яснуют в оформлении купли-продажи жилых домов сельхозорганизаций. Особливости белорусского законодавства разбирали на семинары нотароусов у Мазыры. В мероприемстве приняли уделы адвокаты из разных городов Гомельской области. Як завести дитям, коли уласное здоровье, гэтага не дозволяя. Но допомогу таким батькам проходит суррогатное материнство. Зрешты про то, что семейный добробыт залежит не только от медицинских показчиков, але и от тонкостей уваги, задумывается не у все. Збирающих грамадян от судовой волокиты – задача нотароусов и адвокатов. В рамках постоянного повышения квалификации это мероприятие для нотариусов проводится каждый квартальный период. Будем смотреть, какая у нас практика, обобщать ее, решать проблемы бесспорного правосудия. То есть сделать так, чтобы люди меньше обращались в суды, а имели возможность защиты прав именно в нотариате и с помощью адвокатов. Семинар по выучению особливостей законодавства на гэтаг раз собрал за одним столом не только нотароусов, але и адвокатов. Бо именно это им доводится першими сутыкаться с юридичными проблемами грамадян. И тут важно не только дать правильную параду, але оголовное своечасово и навод ранее дозволенного законом термину. Три месяца тому назад у меня был человек-напривенный, руководитель, в отношении которого в интернете появилось сообщение о том, что возбуждено уголовное дело. А он работает, ничего не знает и все. И он пришел и говорит, а что делать? Мы его отправили, он сделал скандшот. И вот сегодня перед ним принесли извинения. Мазырский район не вылучшается с юридичной практики Беларуси. Одинная для всей краины законодавства – подстава для того, к опрошению нотариусов стали однольковой верными. Зрештем, праца юристов в Амельской области мает и свою специфику. На Полесском регионе люди, которые обращаются в контроль, у них, ну, наверное, более жесткое восприятие права. А наши нотариусы умеют сделать так, чтобы не было углов острых, не было проблемных вопросов. И уникальность в том, что этот куст практически никогда не вызывает жалобу на работу нотариуса. Особная тема семинара у Мазары – оформление документов, которые могут быть проставлены у других державах. Ведание закона у своей краины, умение знаходить решение навод в самых складанных юридичных ситуациях, головное освещение профессионализму нотариальных работников. Светлана Грутько, Вячеслав Праписнов, телеканал «Мазыр». Специально для телерадио компании «Гомель». Агрогородок Заширье Ельского района з'является лидером по доброупорадковании и навядзенне парадку на земли. Все лето звание переможца в республиканском споборнистве этот населенный пункт отримал в десятый раз. Згодно с письмовыми коренцами, Заширье вядома с 1835 года як хутор. В 2005-м этот населенный пункт стал агрогородком, что дозволило наблизить умовы жития мясовых же хоров до городских. Сиротстворены социальные инфраструктуры, культурно-спортивный центр, некольки крам, тренажерная зала, середняя и музычная школы, библиотека, больницы и дитячий сад. У опошнем зараз выховывается больше 50 детей, причем на протягу опошних годов колькость неполнолетних у агрогородку не изменшается. Сгодно с положением, хорошевая премия за перемогу у республиканским споборництой по доброупорадкованию сирот сельских населенных пунктов, складая 800 базовых величин. Не меньше за 70% этой суммы повинна быть накеревана на дальнейшее наведение парадки и развитие коммунальной господарки. По словах керевництва насового сельсовета, до сагнению высоких выников соединяющее тесное сопротивление сельскохозяйственным предприятием к СубСАУГАСКОМУНИСТ. Если мы приобретаем, допустим, штакет для населения, они выделяют технику, выделяют технику по уборке кладбищ, выделяют технику по уборке мусора. Также те участки, которые освободились после сноса пустующих домов, они всегда, вопросов к саухозу у меня нет, они всегда вовлекают их в сельскохозяйственный оборот. Сегодня на базе широку сельскохозяйственных предприятий у Гомельского района пройдя выездное посаджение Президуума Совета областного объединения профсоюзов. У парадку дня пытание профилактики травматизма у агропромысловом комплексе и узмацнение громадского контроля за выкананием законодавства об ахове працы. И у протяг профсоюзной темы. На Гомельшине стартовала республиканская профсоюзная акция по веншую маму разом. Мероприемство проходило в Доме профсоюзов и было промерковано до надыходящего дня мате. В рамках акции каждый жадающий может бесплатно заполнить веншевальную паштовку, укласть ее в конверт и отправить своей мате. Специальная паштовая скрыня для веншевания размешана в холле Гомельского областного объединения профсоюзов. По крайней мере этого организована выстава детячей творчести «Мама. Вочимы. Дятей» от наученцев детячей школы мастерства номер 2. Створать святочный настрой допомагали ростовые персонажи Гомельского и Державного театра «Лялек». Такую акцию поддержали у нас и предприятия торговли, промышленности, здравоохранения, образования. Ну, вы знаете, наверное, все без исключения, потому что уникальный есть повод поздравить свою мамочку. И мы планируем, что, наверное, более 50 тысяч таких открыток получат мамы от жителей Гомельской области. Остановиться, задуматься и накануне праздника вспомнить о том, что мы дети, что есть мамы, которым мы должны выразить вот эти слова и не забыть их сказать в облине. Я родилась в большой многодетной семье. Моей маме сегодня уже полных 92 года. Своей скромной мамочке, женщине, имеющей шестерик детей, ветерану войны и труда, многодетной маме. Я сегодня хотела бы сказать слова благодарности, поздравить ее. До 14-го Кострышника «Уклюшна» акция «Повиншуй маму разом» будет проходить в правкамах и профсоюзных организациях в области. Сегодня на телеканале ТРО «Союз» у рамках специального проекта «Дни регионов» пройдет День Гомельской области. У эфиры можно будет убачить информационные, аналитичные, забавляльные, познавальные и мастацкие программы в творчестве телерадиокомпании «Гомель». ТРО «Союз» сегодня ожидает, что это дневное вершание. Его потенциальными глядачами заявляется больше за 60 миллионов жихаров России, Беларуси и других стран СНД. На первые дни проведения Дня Гомельской области на телеканале корреспонденты в Минске и Москве подчеркнулись, что ведут столичные жихары про наш областный центр. Я сам родом из Гомельской области, Житковичевского района, на берегу озера Чареонова живу. Раньше это озеро во время войны было как аэродром для людей. И там была посадка самолетов, людей во время голода. Озеро спасало, давало еду. Поскольку в Беларуси только проездом, пожалуй, нет. Пожалуй, ничего не вспомню. Чистота на обочных дорогах, чистота в городе, да, и очень хорошие, вежливые, но непреклонные милиционеры. Да, это всегда хорошо. Значит, город Гомель – это второй город по численности населения Белоруссии. На гербе города Гомеля изображена рейс-красивая, но есть знаменитые конфеты фирмы «Спартак». Гомель – это очень красивый город. Мы были в прошлом году в нем. Исторически мне понравилась река, которая в нем очень классная. И теплее, чем в Минске. Ну, в Гомеле единственное, что я знаю – большой парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей. На этом выпуске завершено. У студии для вас працавау Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова